Не каждый знает, что история признания лаврового листа достаточно интересна и уходит своими корнями в далекое прошлое. Считается, что Аполлон, тот самый неописуемый красавец и бог Олимпа, воспылал пламенным чувством к нимфе Дафни, которая не ответила ему взаимностью. Дафна настолько хотела скрыться от обезумевшего Аполлона, что превратилась в куст лавра, и с тех пор влюбленный Аполлон стал носить на голове лавровый венок. Свою популярность и востребованность листья кустарника получили еще со времен Древней Греции. Прежде всего, людям нравились их освежающие свойства, и только потом они заметили и магические. К примеру, оставленный или повешенный дома пучок лавра делало помещение энергетически чистым и притягивало к себе всю отрицательную энергетику. До сих пор некоторые считают, что если положить пару листиков лавра под подушку или матрас, то можно привлечь к себе вещи и сны. Лавровый лист используется также для любовных ритуалов, чтобы привлечь к себе вторую половинку. Денежных обрядов считается, что растение напрямую связано с финансовым благополучием человека и буквально притягивает к себе деньги. А также для того, чтобы избавиться от любой порчи и осуществить свои заветные желания. Лавровый лист – это часто символ богатства и достатка. Именно поэтому ветви лавра часто развешивают по жилищу или рабочему месту, офис, магазин или мастерская, чтобы привлечь клиентов и денежные потоки в дело. Нередко лавровый листик присутствует в личных вещах человека, к примеру, в кошельке. Так вы сможете привлечь к себе успех, который будет сопутствовать не только в делах, но и в работе. Хороший знак – взять лавровый листик с собой и положить в карман, как можно ближе к телу, чтобы достичь успеха на собеседовании или совещании, для того, чтобы вас заметили и признали ваши способности, взяли на работу или повысили в должности. Чтобы листик не пачкал или не мучил порой слишком душным ароматом, вы можете обернуть его просто в платочек. Лоскут ли красного или зеленого цвета. Красный цвет привлекает удачу, а зеленый – деньги. Существует один обряд, который позволяет вам достичь желаемого богатства с помощью лаврового листа. Совершать этот ритуал следует дома или на рабочем месте. Выберите крупный и целый лавровый листик, без дыр, трещин и повреждений. На обратной его стороне, не глянцевой, напишите ручкой или карандашом свое пожелание. Разбогатеть ли, получить премию или, к примеру, вернуть долг. Этот лист следует сжечь и дым его разнести по всему помещению. Еще один способ предлагает вам написать свое желание, связанное с благополучием, на листке белой бумаги и свернуть трубочкой, привязав к свертку три красивых и неповрежденных лавровых листа. Этот амулет должен храниться в укромном месте, на вашей работе или же дома. Только после того, как желание осуществляется, амулет следует сжечь и пепел его рассыпать по плодородной земле, саду ли, огороде. Для чего в кошелек кладут лавровый лист и с какими словами заговора? Класть лавровый листик в кошелек для привлечения денег и благополучия также следует правильно, чтобы не навлечь на себя никакую негативную энергетику и не обрести обратного эффекта. Конечно же, вы можете обойтись без всяких ритуалов и просто мысленно пожелать себе успеха. Но куда действеннее будет чтение заговора и на привлечение богатства? Такие заговоры лучше всего читать на растущую луну, сидя в одиночестве и тишине при зажженной свече. Важно! Следует верить в сам ритуал и в каждое сказанное слово, чтобы ваш обряд обязательно оказался эффективным. А вы знали об этом?